До эзотерического восприятия нужно в определенном смысле дорасти. То есть эзотерикой в хорошем смысле этого слова занимаются люди с определенным уровнем интеллекта уже. Это интеллект выше среднего. Когда человек четко понимает, что современная наука не может дать ответы на многие вещи. Причем на вещи очень простые, которыми мы постоянно пользуемся. Ну, например, электричество. Никто не может сейчас объяснить, почему электрон ведет себя так и так. Почему вот по проводу он бежит так. Почему он как частица иной раз себя ведет иногда как свет. И таких вещей множество. Эффект гипноза, эффект телегонии, эффекты плацебо, соты обезьяны. И множество-множество. Так вот, когда это понимание приходит, и человеку действительно интересно узнать мироздание, мироустройство, себя в нем, тогда и приходит интерес к эзотерике. Понимание себя в этом мире. Ну, вообще вопрос, кто такой я? Я. Я – это нечто внутри меня, что воспринимает. Когда человек углубился достаточно вглубь себя, он понимает, что он не физическое тело. Когда у него пошли опыты осознанных сновидений, вспоминания прошлых жизней, восприятие чакр, восприятие тонкоматериальных воздействий, вещи и сны и так далее. Человек понимает, что он выходит еще дальше, за границы. Он приходит к платоновской мудрости. Я знаю, что ничего не знаю. Тем не менее, многие не знают даже этого. Так вот, как узнать, кто знает? И знает ли кто? Начинаешь углубляться в эту тему, куча разной информации. Сейчас в интернете, ну, вообще. Так вот, какую же теорию выбрать? С моей точки зрения, выбрать надо ту модель, которая работает. Нужно понять, что мы обречены на множество моделей. Потому что вскудность нашего сознания, когда мы не можем воспринимать мир напрямую. То есть, человек не может воспринимать радиоволны. Он не может видеть эфирный планок. Он не может видеть инфракрасный спектр излучений и так далее. То есть, мы видим лишь некий обрезок мира. Поэтому мы можем лишь строить какие-то теории относительно того, как этот мир устроен. Вот посмотрите, наш мозг, он вот в коробке. По сути, он в черном ящике. Из этого черного ящика торчит там два глаза, два уха. Там пять органов чувств. И просто воспринимая вот эти разные органы чувств, мы строим какое-то наше представление о мире. И все эти представления разные. Я очень много разных представлений перебрал за всю свою жизнь. И выбрал ту модель восприятия, которая действительно работает. Ту модель восприятия, которая объясняет очень многое. Можно сказать, все. Модель это не моя модель. Это взятая в большей степени из ведических писаний. Проверена моей многолетней психологической практикой. Проверена моей работой в институте оптики атмосферы, где я учился, то есть научную деятельность, где вел. И много-много где еще. То есть те вещи, которые я даю на своих проектах, прежде всего проверены лично на мне. И сейчас я считаю, что модель чакр, семичакровая или девятичакровая система славянской традиции, это та вещь, которая легче всего объясняет вообще истинную суть. Потому что вот эта семичакровая модель, она гораздо глубже, чем люди могут понять. Вот ты прочитал, там сейчас куча всего в интернете, такой-то цвет, такой-то это. Но там есть глубина. Прежде всего, что такое чакра или чара в славянском миропонимании? Это некая психическая структура, которая не принадлежит нашему физическому телу. Но эта структура, она на физическое тело влияет. И влиять может достаточно сильно. И на множестве практик и своих проектов я это наглядно демонстрирую. То есть, эта структура существует в каждом человеке вне зависимости от того, верит он в нее или нет. Но для того, чтобы начать взаимодействовать с этой структурой, человеку нужно приложить определенные усилия. То есть, ему нужно наработать определенный интерфейс взаимодействия с психическим пространством. То есть, представьте, есть некое психическое пространство, которое в разных традициях называется по-разному. Это эфир, астрал, ментал, мир мертвых, мир богов, мир духов и так далее. Мир снов. Там есть определенные различия между ними, но мы сейчас не будем в это углубляться. Основная мысль в том, что это слово существует. И эти слова, они прошли за тысячелетия, даже за миллионную историю существования человечества. А значит, за этими словами есть смысл и есть суть. Эти слова проверены временем. А те теории, которые сейчас у нас ученые выдвигают, они возникли и через 50-100 лет просто забываются. А это тысячелетия. Слова эти выдержали. Значит, есть за ними смысл. То есть, есть человек и есть какое-то пространство, которое он слабо воспринимает точно так же, как радиоволны или эфир. Эфир, не может радиосигнал в эфире поймать человек. Так вот, эфир, вот само название, он говорит о том, что вот это поле, оно существует уже. Или это то, что в психологии современной уже используется как психополе. Никто никак не объясняет, что за психополе, потому что все боятся к этой тематике прикасаться. Но это слово уже настолько часто звучит во всех серьезных психологических тусовках, что его невозможно игнорировать. Есть понятие, также доказанное Юнгом, как архетип. То есть, это некие сущности, у которых есть определенный разум, который также существует в этом пространстве. Так вот, в этом пространстве есть твоя некая астральная проекция. Вот представьте, у тебя есть возможность в том пространстве что-то делать, но ты не можешь, потому что у тебя нет ключа, нет входа туда. У тебя не сделана так называемая инициация. То есть, например, инициация Муладхара-чахры. Когда ты ее проходишь, у тебя появляется возможность через определенную структуру в себе начать взаимодействовать с определенной структурой там. Можно сказать, что вот эта чакра или чара, это определенная дверь туда. И вот каждая дверь, она дает твоей психике определенные возможности. Например, вот ты активируешь Муладхара-чакру, самое главное, что она дает, это связь с планетой Земли. Связь с архетипом планеты Земля. А это значит, что и проработка архетипа матери. Потому что архетип матери, он напрямую связан с архетипом планеты Земля. Не в славянской традиции, во всех сказках мы видим мать, мать-земля, мать-сыра-земля. Все славянские сказки – это очень мощные архетипические подсказки и учения. То есть, если мы берем сказку, сказкотерапия, направление психологии, оно напрямую доказывает, что все паттерны поведения нашей психики, они шли с руссконародных сказок, и они до сих пор влияют. Сейчас современные фильмы перехватывают вот это внимание. Поэтому сознание современников наше перепрошивается. Соответственно, когда мы активируют, начинаем как-то воспринимать, учимся воспринимать психический центр первый, отвечающий за связь с Землей, называемый муладхара-чакра, мы вот этот контакт прорабатываем. Когда человек прорабатывает связь с Землей, он получает такую уверенность в этом мире. Вот маленький ребеночек, когда что-то случается, он сразу же бежит к маме и прячется. Почему? Он восстанавливает связь. Маленький ребенок, он вот эту связь с Землей через мать получает. Если у самой мамы связь с Землей плохая, ребенок тоже страдает. Чаще всего плохая проработка муладхара-чакры связана излишней полнотой, либо излишней худобой. Нету вот этого канала. А когда связи нету, человек испытывает такое депрессивное состояние. Он не уверен в себе, он теряет интерес к жизни, ему неинтересно жить, ему охота спать. У него многое, что не получается. Он постоянно испытывает состояние тревоги, стресса. И вообще все какие-то земные дела идут у него очень плохо. То есть человек, он не прочувствовал саму вот эту материализацию. Точнее всего, он ее когда-то прорабатывал, но потом забыл. Там есть какие-то блоки, какой-то мусор. И для того, чтобы вот этот центр очистить, восстановить контакт с ним, есть определенные практики. Практики, они психоэнергетические, можно сказать. То есть это определенные упражнения, в том числе и телесные. Но в большей степени это работа с образами и восприятием именно психических процессов. Самое интересное в том, что когда человек начинает работать с этими психическими инструментами. То есть просто он у себя в голове что-то выстраивает. И внешняя ситуация в мире, она может достаточно сильно меняться. И человек из неуверенного в себе, из слабого такого задохлика, который постоянно болеет, просто прокачав вот этот уровень, переходит в абсолютно другое состояние. Сватхистана чакра, она дает определенные другие влияния. То есть это психический центр, который отвечает за связи с другими людьми. То есть все люди связываются друг с другом через сватхистану чакру. И что это за связи? Это связи как коммуникативные, просто умение общаться, так и половые связи. Все это второй психический центр организует. И если у человека вот этот психический центр не проработан, ему очень сложно общаться с людьми. Он становится таким замкнутым, ему неинтересно общение. Он теряет радость жизни. То есть этот центр еще отвечает за получение удовольствия. То есть это то, насколько жизнь его наполнена, насколько он себе вот это все разрешает. И когда человеку забивают этот центр удовольствия, у него тоже мотивация жизни, она как бы тускнет. То есть он, например, выживать в этом мире может. То есть на Муладхаре у него даже все проработано. А радости нет. Причем у человека даже может быть нормально все с деньгами. Да, он может себе все купить. Чаще всего люди думают, что я не могу себе купить радость. Нет. Умение радоваться это нечто другое. То есть как потратить деньги для того, чтобы по-настоящему себя порадовать, это тоже нужно уметь, а точнее не уметь, это нужно чувствовать. Когда же у вас вот этот центр не развит, через вас определенная сила не течет. Архетипическая сила. И эта сила, в конце концов, она переходит в деньги. То есть, если говорить о женщине, в жизни которой свадхистана чакра играет гораздо большее значение, то вот все деньги через свадхистан приходят к женщине. И это не значит, что она должна спать со всеми мужиками. Я бы даже сказал наоборот. Чем больше она с ними спит, тем меньше у нее там остается силы, и ее деньги очень быстро заканчиваются. Это связано с ощущением радости, наполненности. Поэтому многие женские тренинги сейчас и говорят о том, что вы себя порадуете. Сходите там в магазин, вот эта легкость. Разрешите себе потратить денежку даже лишнюю. Для многих женщин, у кого вот проблемы именно в свадхистане, эти способы действительно работают. Но если проблема не в этом, это работать не будет. Наоборот, это пойдет в минус. Потому что когда женщина, например, потратила лишнего в магазине, она свою свадхистану порадовала, а свою муладхару огорчила. Потому что выживание-то у нее стало сложнее. А следовательно, повысился уровень тревожности. И там много-много разных вот этих тонких моментов. О них можно говорить тоже очень долго. Но пока для вас это лишь такая какая-то одна теория. Это так теорией и будет. Я вот люблю повторять такую фразу, ничему не верь, все проверь. Это все правильно. То есть, здесь нужен здоровый скептицизм. Но нужно понимать такую вещь. Что мы говорим о психическом пространстве. О психическом пространстве, у которого нет формы. А значит, проверять нам это нужно лишь через какие-то косвенные признаки. Мы не можем взять это вот как бы прямо вот так, так и так сделать. Так мы можем сделать на уровне тела. И, например, вот этот центр Сватхистана на уровне тела, он тоже проявляется. Тоже там некоторые эффекты и феномены можно показать. Но опять-таки это нужно желать увидеть. Потому что это дверь в психическое пространство. Если ты ее не хочешь открывать. Вот есть люди там, говорят, я материалист, я ни во что не верю. Если ты ни во что не веришь, ну тебе ничего не поможет. Потому что ты не хочешь открывать эту дверь. Значит, ну ты остаешься в том мире, в котором остаешься. Ну, по сути, об этом же и говорит Иисус. Каждому будет дано по вере Его.